МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Тамара Ракетянская. Коротко о главных событиях в Воронеже и области. Окончательное решение принято. Парад победы в Воронеже состоится, но с ограничениями. С учетом непростой оперативной обстановки, доступ к площади Ленина будет ограничен. А воронежцам и гостям города настоятельно рекомендовано наблюдать за происходящим с помощью материалов, которые разместят средства массовой информации. Это непростое решение губернатор Александр Гусев прокомментировал так. Цитирую. Противник показал, что готов на любые террористические акции, и особенно в памятные даты. Полагаю, что воронежцы отнесутся с пониманием к выбранному формату. Конечно же, в первую очередь парад проходит для наших ветеранов и для самих бойцов, которые сегодня, как и их прадеды, сражаются с фашизмом, отстаивают свободу и независимость нашей страны. Конец цитаты. Что касается почетных гостей церемонии, тут никаких изменений нет. На трибунах будут присутствовать ветераны Великой Отечественной и представители поколения, пережившего тяготы военного времени. Их героизм до сих пор отзывается в сердцах потомков. В канун празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы торжественно возложили цветы и венки к вечному огню у могилы неизвестного солдата. Мемориал стал символом народной скорби и гордости. Того самого праздника со слезами на глазах, который вся Россия и многие страны мира будут отмечать завтра. В церемонии приняли участие представители власти. Во главе с губернатором Александром Гусевым, сотрудники силовых и правоохранительных структур, ветеранских и общественных организаций, курсанты духовенства. Во время минуты молчания они вспоминали подвиги наших солдат, проливших свою кровь ради защиты страны. Великая Отечественная унесла более 26 миллионов жизней. Священнослужители Воронежской митрополии отслужили панихиду по погибшим. После чего рота почетного караула прошла торжественным маршем вокруг мемориала. Помню свое детство военное и послевоенное. Помню, когда отец пришел с фронта, отец участник войны, 41 по 45 год, был командиром мотострелковой роты, воевал на различных фронтах. Война еще помнится тем, что время было очень тяжелое. Так, все было поставлено на то, что все для фронта, все для победы. В моей семье есть герои, и мне важно чтить их память, передавать следующему поколению. Когда я возлагала цветы, я чувствовала гордость за нашу страну, за этих великих людей, которые победили, за это чистое небо над головой. Действительно, мурашки и чувство гордости. Из Кузбасса через Воронеж на фронт. Короткий привал в столице Черноземья сделали участники автопробега «Вечный зов». Волонтеры из разных городов России уже преодолели больше 3,5 тысяч километров. Стартовали из Кемерово, потом Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Нижний Новгород, Москва. Наш город – фактически последняя остановка перед Донбассом. Туда активисты везут ценный военный груз, тепловизоры и прочую технику, маскировочные сети, наборы тактической медицины. Но главный подарок – то, на чем все это доставляют. Это семь автомобилей. В народе их ласково называют «уазиками» и «буханками». На передовой эти машины просто бесценны. Получат их подразделения разведки, спецназ и штурмовики, воюющие по всей линии фронта – от Запорожья до Харьковской области. Вообще, на самом деле, машины – это навес золота на фронте, потому что они постоянно, к сожалению, теряются из-за атак дронов, артиллерийского обстрела, минометных различных повреждений. И машины нужны всем. И каждое подразделение, конечно, было очень-очень радо, когда им сказали, что они получат вот такой подарок от нас. И они были счастливы и довольны. Все подразделения абсолютно разные, разного места дислокации. Это и Хабаровск, и Кемерово, и Воронеж, и Ростов, и Тула. Все-все-все разные. Мы поэтому и так стремились делать, чтобы показать не только вот такое широкое волонтерское движение, которое объединилось из разных городов, но и то, что мы помогаем всем бойцам с разных городов. В этом тоже был смысл. В Воронеже автопоробег остановился на Чижовском плацдарме. Здесь участники провели митинг, возложили цветы к братской могиле. А автомобили, которые едут на Донбасс, осветили перед самым важным участком пути. Среди водителей есть и женщины. Елена Петрова со своим авто присоединилась к колонне в столице Черноземья. Раньше перегоняла машины в зону СВО вместе с мужем. Теперь везет к нему. Ну, он пошел туда полгода назад. Тоже зов сердца, потому что мы вместе с ним занимались, ну, волонтеры, гоняли машины, возили на фронт ребятам помощь. И потом он понял, что он не сможет уже больше сидеть на месте, несмотря на свой возраст, ему 60, он собрался и пошел. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас нет своих, нет чужих. Это все наши ребята, это все наши любимые мальчики, мужчины. Нет сейчас чужих мужчин, братьев. Теперь мы одна большая семья. Огонь памяти продолжает путешествие по регионам. Лампы с частицей священного пламени от могилы неизвестного солдата, что в Александровском саду, уже доставили в Смоленскую, Владимирскую, Воронежскую области, Санкт-Петербург, а также в Киргизию, Абхазию, Армению, Беларусь. Развозят огонь представители Общероссийского народного фронта. Теперь такая лампадка есть и в селе Чертовицы Рамонского района. Доставку приурочили к торжественному открытию памятного камня красноармейцам, защитникам Воронежа. По разным данным, в местном лесу захоронены от 6 до 12 тысяч советских бойцов, умерших от ран в военном госпитале. Он располагался в Чертовицах во время Великой Отечественной. Идея установки памятника среди чертовицких дубов родилась у местных жителей еще в 2018 году. Своими силами собирали деньги и искали возможности. И вот накануне 79-й годовщины Великой Победы камень торжественно открыли. Как полагается, с молебном, почетным караулом и возложением венков. Ну, у всех какие-то корни. Да, у меня дед без вести пропал под Сталинградом. Мы, в принципе, прониклись к этой ситуации и решили, что в наших селах по чуть-чуть, где-то деньгами, где-то связями, где-то своими силами. Ну, в итоге, общими усилиями, то, что получилось. Слава Богу. К нам обратились активисты села Чертовица, которые исследуют подвиги красноармейцев, освобождавших город Воронеж. И они решили установить памятный знак на месте их захоронения. И, конечно же, мы не могли пройти стороной. И вклад в Народный фронт – это как раз то, что мы доставили частицу вечного огня непосредственно сюда. Это символ памяти и символ объединения. Потому что и сейчас наши доблестные воины героически выполняют свой долг, защищают нашу Родину, как наши родители, деды и отцы. Ценные артефакты и много полезной информации. Музей, посвященный Великой Отечественной войне, открылся в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова. На торжественное открытие прибыли множество гостей, среди которых и зампред регионального правительства Виктор Логвинов, а также руководитель городского управления экологией Галина Воробьева. Каски, пулемет, лопасть самолета, часть от гранаты – все представленные экспонаты нашли на территории заказника, а это более 30 гектаров. Здесь 8 стендов, каждый посвящен отдельной теме. Например, один из них – лекарством, которое делали из трав растущих на территории заповедника. Атмосферу создает специальное освещение и советский репродуктор, из которого доносятся песни военных лет. Кроме того, с потолка музея тянутся вниз к посетителям фотографии сотрудников заповедника, которые ушли на фронт, и почти никто из них не вернулся. Вчера, 7 мая, в селе Чистая Поляна Ромонского района открылась вахта памяти, областная вахта памяти. А сегодня, вот здесь, 8 мая, мы открываем музей в биосферном заповеднике. Конечно, посещая наши дети, посещая по маршруту биосферный заповедник, теперь еще появляется новая точка, которая будет говорить о том подвиге нашего народа и сотрудников биосферного заповедника. Делают историю люди, а все остальное это уже потом. Поэтому, конечно, мы сосредоточились первым делом на тех людях, которых уже сегодня их с нами нет, которые история, которые создавали эту историю, которые воевали, защищали, проводили разведку. Да, потому что остались родственники тех людей, которые ушли на войну, которые не вернулись, собирали все артефакты, какие только могли. Люди жертвовали фотографии, значит, какие-то вещи. А те, кто ушел на фронт, жертвовали свои жизни. Память всех героев, павших в годы Великой Отечественной, почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Здесь именно тех, кто не вернулся домой. Монументу больше 10 лет. И в этом году его отреставрировали ко дню Великой Победы. Вечная благодарность. В микрорайоне Подгорное волонтеры Победы поздравили ветеранов с 9 мая. Разбившись на группы, старшеклассники местной школы отправились домой к пенсионерам. Причем не с пустыми руками. Евгений Жакот подробнее. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Мы начнем с самого ценного. Мы привезли вам подарок и благодарственное письмо. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Я очень признательна. Мне очень приятно, что вы пришли меня проведать. Капелька внимания и на лице Анны Никитишны Ситниковой расцветает совершенно искренняя улыбка. В честь праздника Победы волонтеры дарят ей не только специальные наборы, но и бесценное настроение. Я даже сейчас настолько растеряна, что не могу сообразить, что самого доброго, что самого хорошего, что самого приятного сказать ребятам. В общем, все здорово. Я не ждала даже такого уважительного, желательного отношения ко мне. Скажите, в следующем году будете ребят ждать, что в следующем году опять приехали? Я буду ждать каждый день. Всегда. Всегда буду ждать. Впрочем, старшеклассники Подгоринской школы номер 46 успели проведать не только Анну Никитишну. Чтобы поздравить каждого местного ветерана, ребята поделились на небольшие группы и отправились на разные улицы микрорайона. Волонтер – это не тот, кто подарок принес. Волонтер – это тот, кто помогал и будет помогать и дальше. И ровно столько будет это делать, сколько есть в этом необходимости. Нельзя забывать. Это наша история. Мы должны помнить о том, что происходило и как легли наши отцы и деды в кровавой этой воде, чтобы мы сегодня жили под голубым небом. Сами школьники к таким акциям относятся с большим энтузиазмом. Говорят, для них это отличная возможность близко пообщаться с ветеранами. Для нас важно поздравить лично каждого ветерана, сходить к ним домой, пообщаться, потому что для ветеранов очень важно быть выслушанными, быть услышанными. Мы, например, с Ангелиной идем вообще на мою улицу. У меня на улице живет бабушка, ветеран. Она была в годы Великой Отечественной войны узницей концентрационного лагеря. И нам сегодня предстоит узнать, как это было, что она может рассказать. Подобные благотворительные миссии не только дань уважения. Безусловно, подарки и внимание для милых бабушек и дедушек имеют огромную ценность. Однако в таких акциях есть еще одна очень важная задача – донести до каждого простую мысль. Даже спустя 79 лет никто не забыт и ничто не забыто. Несокрушимая и легендарная в боях познавшая радость побед. Неофициальный гимн Красной Армии в исполнении курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и военного оркестра гремит под сводами Воронежского театра оперы и балета. Так в столице Черноземья начался торжественный концерт, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В зрительном зале ветераны, военнослужащие и, конечно, участники специальной военной операции с семьями. Но прежде, перед началом большой музыкальной программы, часть официальная – торжественный вынос российского триколора, государственный гимн и поздравления с праздником от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил – в Воронежской области нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великое Отечественное. Подвиги фронтовиков и самоотверженный труд в тылу – память обо всем этом воронежцы передают из поколения в поколение. И потому 9 мая – праздник самый долгожданный и поистине всенародный. Победа в Великой Отечественной войне побуждает граждан современной России равняться на мужество, патриотизм, силу духа предков. Именно так поступают профессиональные военные, добровольцы, мобилизованные бойцы, которые выполняют сейчас задачи специальной военной операции. Мы по праву гордимся им. Наша обязанность – крепить связь времен и вечно хранить память о подвиге поколений, победивших в Великой Отечественной войне. Хлопали и подпевали. В преддверии 79-й годовщины Победы для посетителей Центра галереи Чижова артисты театра оперы и балета устроили песенный флешмоб «Мы помним, мы гордимся». Прямо посреди торгового зала они исполнили песни военного времени под аккомпанемент баяна. Вместе с десятками зрителей в музыкально-патриотической акции приняла участие и наша съемочная группа. Вечер обычного рабочего дня накануне 9 мая. Посетители ТЦ спешат по своим делам, работают магазины. В общем, атмосфера привычная. Все меняется в один момент вместе с первыми аккордами всеми любимых военных мелодий. Пели вживую прямо посреди торгового зала. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Флешмоб устроили более 70 сотрудников Воронежского театра оперы и балета. Это артисты, аккомпаниаторы, концертмейстеры, а также педагоги, поставившие танцевальный номер, который на несколько минут превратил торговый зал в концертный. Очень хорошая идея, где торговый центр, много людей, и это очень популярно. Я думаю, это очень положительно, благоприятно. Интересно. Так было. Смуглянку я не первый раз вижу. Мы с ней выступали в школе. Ну и вообще мне понравилось очень сильно. Для посетителей солисты исполнили сразу несколько музыкальных номеров. Песни «Катюшу», «Смуглянку» и «Журавли». Плюс танец – подарок от балетной труппы. Вот так творческие артисты решили почтить память героев Великой Отечественной войны. Как только я предложил эту идею, озвучил, и попросил ребятам, не могли бы ли мы прийти все вместе и спеть нашу любимую «Смуглянку», а может быть, «День Победы», то на перебой стали поступать творческие предложения о том, что мы хотим вот это станцевать, а мы хотим вот это спеть, а можно мы придем с детьми. У всех большое волнение, как воспримут просто зрители, которые пришли в магазин, которые просто пришли в галерею Чижова, и как это будет выглядеть. Но при этом для каждого эта акция является важнейшей. Идея проведения этого флешмоба важна и для посетителей. К акции, передающей эстафету памяти о героях Великой Отечественной войны от поколения к поколению, присоединились десятки человек. Зрители не только наблюдали за исполнением, но и подпевали знакомые с детства строчки. А вот самые юные участники даже пустились в пляс, повторяя движения с забалетной труппой театра. И ураган не помеха. В канун Дня Великой Победы буквально на порожках Воронежского государственного университета, несмотря на дождь и сильный ветер, собрались более 200 человек, чтобы вместе с эстрадным хором фирмата спеть в едином порыве песни военных лет и современные патриотические произведения. Не забыли и о тех, кто сейчас выполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Специально для них собравшиеся, а это студенты, преподаватели, и не только ВГУ, но и других воронежских вузов, да и просто прохожие, исполнили песню «Возвращайся». Это стало самым пронзительным моментом акции. В память о тех, кто уже никогда не вернется к своим семьям, зажглись десятки электросвечей. Ну а кульминацией мини-концерта у Госуниверситета стали музыкальные символы 9 мая. Песни «День Победы» и «Смуглянка». У меня был дед, которого я никогда не видел, Алексей Никитич Соболев, помощник командира дивизии. Он погиб, освобождая Киев. Это вы видите, насколько символично. И сейчас мы боремся с нацизмом, который идет с той стороны, со стороны Запада. Поэтому для каждого этот день святой. И по опросам, которые мы провели в Воронежском госуниверситете, это первый по значимости день. Не Новый год, не 8 марта, не 23 февраля, а именно день Победы в Великой Отечественной войне. Нынешний победный музыкальный флешмоб у ВГУ уже второй по счету. Кадры с прошлого облетели интернет и вызвали бурю эмоций у россиян. Поэтому, по словам ректора ВУЗа, традиция будет продолжена. Дмитрий Яндовицкий также пообещал создать музей героев университета. Одно из самых почетных мест в нем наверняка займет история майора Евгения Половодова. Выпускник факультета журналистики ВГУ Евгений служил в пресс-центре Министерства обороны и буквально с первых дней СВО помогал военным корреспондентам готовить репортажи с линии фронта. Совсем недавно майор Половодов погиб возле городка Кременная, когда выводил из-под вражеского обстрела очередную съемочную группу. Пример таких выпускников, как Евгений Половодов, особо вдохновляют будущих студентов, считает ректор Яндовицкий. Поэтому, несмотря на все опасности профессии, они охотно выбирают военную журналистику. Например, Виктория Куулер приехала в столицу Черноземья из далекой республики Тыва, чтобы поступить на журфак ВГУ именно на эту специальность. И, конечно, не могла не принять участие в нынешней патриотической акции. Мой прадедушка, он ветеран Великой Отечественной войны, а моя прабабушка, она труженик тыла. И я помню, всегда, когда было 9 мая, они со слезами на глазах пели песню «Журавли». И для меня это очень значимая песня. Мероприятие очень понравилось. Будушевляет, внушает уверенность в будущем, в победе, создает хорошее настроение. Перед праздником Победы прекрасно совпало с настроением людей. Люди помнят наших героев, чтут их. И было замечательно услышать песни об этом. В преддверии Дня Победы воронежские газовики приняли участие в всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», в рамках которой они по традиции помогают тем, кто отдавал долг Родине в Великую Отечественную войну. Ветеранам бесплатно устанавливают приборы учета газа и новое оборудование. Проводят его техническое обслуживание. В этом году к списку адресатов добавилась еще одна категория семей. Участники специальной военной операции – работники компании «Газпром» газораспределения «Воронеж». В домах защитников нашей страны появятся новые газовые котлы, плиты и водонагреватели. Как это происходит, увидела Мария Сивак. Работает через раз, да и то еле-еле. Старая газовая колонка семьи Моисеевых совсем износилась. По словам специалиста, внутренний датчик управления уже пришел в негодность. Выход один – установить новое оборудование. Пока газовики занимаются заменой, хозяйка Юлия рассказывает о своем муже – сотруднике филиала «Газпром» газораспределения «Воронеж». Несколько месяцев назад глава семьи ушел воевать в зону СВО. Без него вести быт стало намного сложнее. Теперь любая помощь кстати. Ну, он принял такое решение, ушел и думал, что там будет полезен. А здесь, благодаря «Газпром» и прочим неравнодушным людям, я думаю, что мы тоже не пропадем. Не прошло и часа, на кухне уже установили новую газовую колонку. По словам хозяйки, раньше купаться, мыть посуду и стирать вещи приходилось в холодной или едва теплой воде. Теперь горячее будет всегда. Один из самых важных этапов в работе специалистов – провести инструктаж. Перед тем, как вы пользуетесь газовым воронью, у вас должно быть всегда открыта форточка, приток воздуха. Потому что на один куб гад нужен 10 куб воздуха. Устанавливают новое оборудование бесплатно. Помогать семьям защитников Родины газовики считают своим почетным долгом. Солдаты на передовой лишний раз не будут волноваться. Ведь дома все хорошо. Конечно, людям приятно. Они оценивают слова благодарности. Также звучат в адрес тех сотрудников, которые производят работу. Также в адрес руководства нашей компании. Также, помимо социальной работы, направленной на помощь защитников отечества, ежегодно, канун Дня Победы, в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» Воронежской области проводится техническое обслуживание вечных огней, а также газопродов, которые их питают. Таких объектов в нашем регионе 62. Этим социальная миссия компании не ограничивается. Вспоминают и тех, кто внес весомый вклад в развитие газовой отрасли в Воронежской области. Каждый год в преддверии празднования Дня Победы компания помогает и бывшим сотрудникам, ветеранам, которые когда-то работали в газовом хозяйстве региона. Им оказывают финансовую поддержку и покупают продукты. Однако, по словам газовиков, эти люди больше ценят внимание и заботу. Ведь всегда приятно, когда твой труд ценят и помнят. Виктор Астафьев, Владимир Богомолов, Юрий Бондарев, Борис Васильев и Юлия Друнина. Теперь портреты этих писателей и поэтов-фронтовиков могут украсить любое поздравительное письмо к 9 мая. В обращение вышли пять марок, посвященных вековым юбилеям этих военных литераторов. Тираж 90 тысяч экземпляров, плюс конверт первого дня. Областная библиотека имени Никитина была впервые выбрана площадкой для торжественной церемонии спецгашения. Первыми оттиск штемпеля на марке поставили почетные гости. В этом году, в Дню Победы, у нас появились штемпель и марки с писателями-фронтовиками, один из которых Борис Васильев. Он учился в Воронеже и окончил школу номер 28, откуда ушел добровольцем на фронт. Памятное гашение, специальное гашение проводится еще в семи городах. Среди них Москва, Благоград, Ростов-на-Дону, Смоленск, Оренбург. На территории города проходит ряд мероприятий, приуроченных празднованию Дня Великой Победы. Мероприятия проходят в несколько сжатом формате, они проходят в закрытых помещениях. Это связано с той обстановкой, в которой мы сейчас находимся. Несомненно, для каждого из нас, независимо от возраста, этот праздник является святым, не побоюсь этого слова, святым праздником. И мы всегда будем чтить и гордиться памятью подвига наших отцов, дедов, наших предков. Ученики 28-й Воронежской школы, той самой, где учился Борис Васильев, рассказали участникам спецгашения почтовых марок о его биографии, исполнили отрывки из произведений и песен. Примечательно, что как раз Васильев, а также Богомолов и Бондарев одни из основоположников так называемой лейтенантской прозы, особого направления в военной литературе. Вернувшись с фронта в младшем офицерском звании, они в своих книгах описывали то, что видели своими глазами. В честь этого жанра Министерство цифрового развития России даже объявило 2024 годом лейтенантской прозы. Впрочем, многие писатели-фронтовики работали и военными корреспондентами, в том числе в Воронеже. На проспекте «Революции» в здании нынешнего музыкального колледжа располагалась редакция фронтовой газеты, в которой в том числе работал Александр Трифонич Твардовский. Они сотрудничали еще и с газетой «Коммуна», «Пятьято ли там свои произведения». Прошло более 10 лет, прежде чем появились первые книги о войне. На этих произведениях учились многие поколения быть хорошим человеком. Но и сегодняшние поколения не исключение. Их надо читать за эти книги. И пока это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий. С наступающим вас Днем Победы! О том, как он пройдет, расскажем завтра в прямом эфире «Губернских новостей» в 19.30. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин